Маша Вахмина появилась на свет в феврале 2022-го. Малышка родилась на 35-й неделе весом чуть больше 2 килограммов. Сразу после рождения врачи обнаружили на теле девочки сыпь, которая была связана с разрывом внутрикожных сосудов. Кроме того, у ребёнка диагностировали лейкоцитоз, патологическое увеличение количества лейкоцитов в крови и низкий гемоглобин. После осмотра детскими онкологами был поставлен предварительный диагноз – острый врождённый лейкоз. Маша на самом деле для нас уникальный ребёнок, потому что мы познакомились с её мамой тогда, когда у Маши ещё не было даже имени. Мы об этом очень быстро узнали в фонде, потому что она позвонила нашему координатору. И мы узнали, что ребёнок родился, у него обнаружены некоторые особенности, которые точно надо быстро исключить либо подтвердить при помощи анализа. Анализы дорогостоящие. Мы как раз без объявления о сборе мы очень быстро смогли оплатить анализ и отправить его на диагностику, и для того, чтобы Маша как можно быстрее был поставлен в диагноз. Он был уникальный, потому что до этого младенцы не болели. Как бы не выявлялись прямо совсем на такой ранней стадии этот лейкоз. Маше Вахминой выявили очень редкий тип врождённого острого миелобластного лейкоза, так называемый М7, вариант которой сопряжён с высоким риском ранней гибели пациентки. Врождённый лейкоз – заболевание редкое. Ежегодно в Пермском крае онкопатологию выявляют у 100-120 детей. И лишь в одном, трёх случаях речь идёт о врождённом лейкозе. Благодаря вовремя поставленному диагнозу Машу отправили на лечение в Москву. Она стала первой пациенткой отделения неонатальной онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Сейчас Маша в ремиссии и уже дома догоняет своих сверстников. Маша себя чувствует хорошо, улыбается, бегает, наслаждается жизнью, которую потеряла один год. Гуляем, играем в игры, смотрим мультики, читаем книжки. Благотворительный фонд «Берегини» уже 14 лет помогает детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Фонд поддерживает пермские семьи на протяжении всего цикла лечения. От поступления ребёнка в отделение до наступления ремиссии и весь период адаптации после лечения. Самое важное, что помогло нам диагностировать у Маши лейкоз в таких ранних стадиях, это как раз проект диагностика онкозаболевания. У нас всегда открыт на него сбор на сайте, потому что ежемесячно мы помогаем диагностировать заболевание больше 10 детей. И это безумно важно, и поэтому любая посильная сумма именно на развитие этого проекта, чтобы у нас были средства, чтобы оплатить молниеносные эти обследования, они, конечно, будут очень помогать, и мы за это будем очень благодарны, потому что там мы всегда пополняем информацию о том, каким детям мы в итоге за месяц уже успели помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова